Троллинг Штекер там пошевелите. Не хочу, не хочу. При всем моем к тебе уважении. Иди нахер. Здравствуйте, друзья. С вами Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Организация, коммерческая организация, основной целью существования которой, основной целью существования которой, я повторюсь, является извлечение прибыли из своей деятельности. Посредством своей деятельности. Я понимаю, что сейчас у прослойки людей, которых принято в прогрессивном обществе называть халявщики, подрывает задние места. Я уверен, что сейчас добавится сильно больше пальцев вниз, вот в этот момент. Но, несмотря на это, я, как всегда, честен перед своими слушателями, перед своей аудиторией. Суть я сейчас озвучил и повторю. Основной целью нашей деятельности является извлечение прибыли. Да, деньги, давайте бумажные. Почему бумажные? Так нужно. Ладно, хорошо годится. Перевожу на язык халявщиков. И это тоже введенный на бабки. Кузнецов введенный на бабки. Еще есть много-много вариаций на разные языки людей, как я сказал. Халявщики. Ну и также синоним слова «халявщик» – «неудачник». Что ж, продолжу мысль, зачем я это сейчас вам говорю. Регулярно в ВКонтакте мне мои помощники показывают письма. Все возможных вариаций. И аудио, и так, письменно, и видео. Все. Начнем с самого простого. Это просьба о помощи в связи с болезнью, смертью, сложной ситуацией в семье и так далее. Это понятно всем. Это даже не халявщики, это разводилы. Ну, тоже, кстати говоря, из разряда неудачников. Там вот так вот, ради Бога. Я уже говорил про ради Бога в одном из своих обращений. Бога ради ради Бога. Я четко уже определился про эти все милостыни, да, вот эти вот назойливые. Бог не хочет, чтобы вы попрошайничали. Ради Бога здесь употреблять в первую очередь противно самому Господу. Он позволил вам появиться на свет. Реализовался один шанс из десятков миллиардов, да, не для того, чтобы вам было плохо, а для того, чтобы вы прожили вот этот кусочек бесконечного существования души с удовольствием. Ради Бога здесь не подходит. Бог не хочет, чтобы вы просили милостыню. Чтобы вы нуждались. Я уже сказал, по моему мнению, что Богу нужно. Если я дам вам вот эту подачку, то это будет не богоугодное дело. Я поощрю вашу лень, ваше настроение халявщика и неудачника. И вы будете продолжать это делать, потому что вам это удобно, выгодно. Из грубого к тонким материям. То же самое относится к людям, которые просят мне изо дня в день помочь составить хоть какой-нибудь один документик. Помоги, божественно, с домашкой. Подкорректировать. Мне там не надо особо много, просто укажите, какие статьи указать, чтобы отменить это, чтобы сделать вот это. Пописать возражения, ходатайство или еще что-то. Знаете, сколько в среднем сообщений подобного рода в день получаю? Совсем скромно 10. В выходные, бывает, до 50 прилетает. Ну, то есть, да мне ерунда там нужна. И знаете, с чего начинается? Я ваш подписчик, я порекомендовал вас уже тому, вот тому и вот этому. И мы тут уже то сделали, это сделали, но нам пришло, вот судья все равно, то-то, то-то, проигнорировал, помогите наказать судью, сделать то, это, это. И тирады такие, вот так вот просто сидишь, да, типа Кузнецову вот нечего делать, как вот сидеть и читать вот это, вот. Именно, наверное, поэтому существует целая организация, а-ля, и на зарплату уходит там несколько миллионов рублей и ежемесячно, и у нас сотрудники работают. А вот Кузнецов вот прям от скуки бесится, да, о, почитаю. Знаете, я могу вот зайти сейчас, вот встать с этого места, сесть и на неделю провалиться вот в чтении подобных вещей. Только люди могут рассчитывать, что их ситуацию изучат, потому что они заплатили. Они заплатили юристу, они заплатили в компанию Алям, а компания Алям ведет бизнес с целью извлечения прибыли. И вы платите для того, чтобы компания Алям зарабатывала. А чтобы компания Алям зарабатывала, она должна платить зарплату сотрудникам, она должна платить аренду, она должна платить налоги и много-много еще для людей далеких от бизнеса. Я думаю, что здесь даже неуместно выражение, да, имеющий уши услышит, там, глаза увидит. Я просто скажу, поймут те, у кого включен мозг. Вот и все. Я даже не буду говорить, не обижайтесь на такой резкий ответ. Обижайтесь. Чем больше вы будете обижаться, тем больше шансов, что когда-нибудь вы задумаетесь, что происходит. Почему у него так, а у меня вот как-то все вкривь да вкось. Жизнь не наказывает. Жизнь с любовью учит. Если вы думаете, что ваши беды вам формирует кто-то там со стороны, коллекторы, банкиры, может быть, даже Кузнецов, из-за того, что не хочет уделить пять минут времени, чтобы помочь вам составить какое-то возражение. Вам же, Кузнецов, это все, как два пальца об асфальт. Да правда что? Действительно. Так я не хочу давать эту милостыню. Вот так высокомерно. Потому что Бог вам дал этот урок для того, чтобы вы изучили эту ситуацию самостоятельно. Учебников достаточно. Кстати, в авторстве Кузнецова, в плейлисте «Что делать, если?» как вариант. Плюс консультант, плюс, плюс литература и много-много чего еще. В свободном доступе. В свободном. Конечно, легче всего, чтобы Кузнецов под соусом того, что вы привлекли к нему на канал трех человек, или даже, может быть, сто трех, взял и за вас все сделал. Типа вот подсказал. Вы знаете, у меня вчера ребенок попросил помочь ему выучить стихотворение. Я помог. Знаете, как помог? Я прочитал его с книжки «Бородино» и сказал, через полчаса зайду, расскажешь мне. Ну, конечно, не целиком, а одно-трехстишее, но все-таки. А это ребенок мой. Мне ничего не стоило помочь ей это стихотворение выучить. Более того, я его и сам наизусть знаю, потому что в свое время учил. В общем, друзья, включайте мозги. От того, что я так резко иной раз заявляю в своих эфирах о своем отношении к тем-либо иным проявлениям, это не значит, что я с какой-то неприязнью к вам отношусь. У меня есть четкая позиция, сформированная со временем. Где-то я переобулся, где-то я пересмотрел, где-то я откорректировал свое отношение к своим подписчикам. Я считаю, что на фоне того, что компания Алям процветает, деятельность ее похватывает все больше и больше народу, я думаю, что мы на верном пути и правильно все делаем. Кстати, совсем коротенькая пометочка по скриптуму, так называемая. Вконтакте я не сижу. В миллиардный раз повторяю. В личке Вконтакте я не сижу. Я не читаю практически. Очень-очень редко. За исключением определенного небольшого списка, о котором мои помощники уведомлены, чьи сообщения мне нужно почитать. Но также они особо интересные, мне закидывают. И это обращение к вам было сформировано именно с такой идеей, когда мои помощники мне сказали, Дмитрий Евгеньевич, есть хорошая тема для вступления. Я говорю, окей, хорошая сделаем. Вот оно вступление. Ну а теперь давайте то, что мы с вами любим. Займемся прочисткой канализационных труб. Правильно ли я сказал? Мое ли это дело? Ну не знаю, вам судить пишите в комментариях. Здравствуйте, Банком Кредит. Меня зовут Оришкина Марина Владимировна. Александр Андреевич, я могу услышать? Здравствуйте, Марина. Слушаю вас, Владимировна. Александр Андреевич, позвонили вам с целью регулирования вопроса относительно задолженности перед Банком Кредит. Недоплата по кредиту 6091 рубля 36 копей. К сожалению, уже 327 дней, период неоплаты. Как решаете вопрос закрытия? 327 дней. Ну, блин, получается, что никак не решаю. А почему? Что почему? Откуда я знаю? Ничего не помогает, ничего не выходит. 327 дней. Бьюсь, 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 бьюсь. Никак не решается. Может, что-то не то делаю? Александр Андреевич, вы работаете? Вот такой в голосе чувствуется. Прямо разочарование. Млядь, очередной троллинг меня ждет. Как мне надоело. Что я делаю на этой работе? Зачем я сюда поперлась мне? Столько работы вокруг. Ай, как я ошиблась. А я думал, я буду в банке работать. Я буду круто. Я буду страшно. Я буду умная хотя бы с виду. Млядь, хоум-кредит, банк. Хоум-кредит. Это же так круто. На каждом углу офисы. Ой-ой-ой. Обалдеть. А тут троллинг. Троллинг, млядь, от клиентов банка. И они ничего не слушают. Они ничего слышат. Они считают, что мои слова вообще пустота. Зачем мне мои руководители наговорили такое, во что я поверил, а на самом деле они не верят. Они что, все трудные, тупые? Они что, не понимают, что банк все до последнего взыщет? Так же вы думаете, да? А я вот думаю наоборот. Это ваш мнение. Конечно. Понимаете, я горжусь тем, что мое мнение подтверждается. А вы разочарованно так вот себя ведете, вот эти интернации. Минута. А подтверждается? Вы зачем? Минута. До 328 днем. То, что вы имеете в виду, можно взять кредит и не возвращать? Совершенно верно. Просто и вы то же самое считаете. Просто никак не можете себе в этом признаться. Да нет. К сожалению, практика показывает обратно. А какая еще практика? С какой вы практикой столкнулись? Вот мне любопытно, когда вы так заявляете. Вы о какой практике говорите? Попробуйте уточнить. Отмена судебного приказа, как вам известно, не является отменой долга. А я знаю. Соответственно, члены клики... И даже неподача в суд со стороны кредитора ни в коем случае не отменяет наличие долга. С одной небольшой пометочкой, поправочкой, что об этом долге знает лишь только сам вот этот вот взыскатель, в кавычках, горе взыскатель, да? Уже без кавычек. И должник. Только ощущения совершенно разные. Горе взыскатель – это пострадавшая сторона. А должник, как бы это не очень красиво ни звучало, победившая сторона. Победившая в том самом смысле, что результат. Результат в пользу победившей стороны. А сторона под названием банк, очень круто звучащая. Видите, неприятно. Неприятно слышать. Поэтому перебивайте. Ну, то, что вы слышите. Это же неприятно слышать. Это ни в коем случае не сходится с теми убеждениями, которые у вас были, когда вы устраивались на работу в отдел взыскания в это учреждение. Вы действительно думали, что все пойдет гладко, как по маслу. А на самом деле не идет как по маслу. Плюс ко всему, вы крайне. Люди переходят, вот я сейчас вежливо с вами говорю, а очень часто на личности переходят, тыкают вам, хамят вам. И вы думаете, за что мне это? Александр Андреевич, ну я позвонила вам не обсуждать ваше мнение о нашей работе. А проговорить скрипт. Я вам почему уточнила, я вам почему уточнила, что это не итоговый результат. Не вам, а для вас. Как вам известно, да? Что для вас? Я вам уточнила. Ну, какая-то каламбур филологический. Можно сказать, я уточнила. Для вас, как вариант добавить, я вам уточнила. Ну, как-то не звучит. Александр Андреевич, ну давайте все-таки, да, как бы я вас не перебивала. Как это вы только этим и занимаетесь. Вот это да. А вы если переслушаете разговор, да, то вы поймете, что только этим вы и занимаетесь. Потому что, помните, как я говорю, ах, вам неприятно слышать то, что вы слышите, поэтому вы меня перебиваете. Говорите, я вас не перебивала. К сожалению, вы меня перебиваете. И ваша манера, не только ваша, а всей вашей вот этой каламасы, я так называю, каламаса, хоум-кредит, почта, банк, МБА, финансы, Эверест и так далее и тому подобное, это вот единственная ваша возможность перебить. Но мы так говорим, сообщество должников так говорит, перебить вас всех надо. Никого перебить, кого передушить, а кого разогнать. Вот таких, как вы, безобидных, можно просто разогнать. Чтобы вы там где-то забились по норкам и подумали, ё-моё, как хорошо, что я оттуда ушел, ушла. И больше никогда не приду на эту должность. Вы закончили, я могу продолжить? Да. Ни одной фразы вы не позволили это говорить. Что не говорите? Что вам не позволяет? Ни одной фразы вы не дали это говорить. Давайте проясним, Александр Андреевич, первый, почему банк связался. Для того, чтобы регулировать вопрос. Почему я вам уточнила, что отмена судебного приказа не является итогом разрешения ситуации? И как вы понимаете, банк имеет право уже направить документы для получения судебного решения. Где вам необходимо... 328 дней прошло. Вообще, более 60 дней, это уже называется злоупотребление правом. Для вас создано, для вас, для пострадавших, для терпил, создана статья ГПК РФ под номером 3, которая четко, конкретно регламентирует ваши действия в том случае, если ваши права нарушены. Вы можете с иском обратиться в суд. Прежде чем предпринимать какие-то меры, банк всегда дает возможность клиенту регулировать вопрос самому. А если клиент отказывается это изо всех сил делать, а говорит, идите в суд, пожалуйста, обратитесь в суд. И по решению суда я вам все отдам, без участия даже судебных призов. Как только мы с вами в определении суди увидим зафиксированную сумму, то есть судья встанет на вашу сторону, я тут же, даже не на следующий день, а в этот же день пойду и оплачу все полностью. И так я говорил много-много раз. А вы почему-то считаете, что суд для меня это какая-то проблема. Но, в принципе, открою вам карты, честно, мне тоже в какой-то степени не хотелось бы идти в суд. Во всяком случае, полгода назад точно. Сейчас времена меняются, если вы наберетесь терпения, я вам объясню почему. Да, суды лоббированы. И очень часто банк заносит исковое заявление, а внизу под листиком лежит уже определение, чтобы судья голову не морочил себя, сразу выносил определение. Но, по моему опыту, а я в трех процессах одержал победу, а я считаю победой, результат, когда судья отдает дело либо на доработку, либо еще на какие-то удовлетворения мною вынесенных ходатайств. И банк после этого больше вообще не заходит в процесс. Также я считаю победой, когда банк вообще не подает в суд. Я вам больше скажу. На фоне своего опыта я стал помогать людям. То есть три своих процесса я вывел в ноль. Остался хомкредит и еще две МФОшки, которые были взяты для эксперимента. И они вообще в суд не подадут. И хоумкредит в суд не подает. И сейчас у меня уже небольшая очередь создалась из людей, которые мне стали доверять. Для которых я уже в платном формате доказываю услуги. То есть я правильно понимаю, кредиты берутся, и вы учите людей, как обманывать банки и брать кредиты с целью невозврата? Нет, вы неправильно поняли абсолютно. Не нужно подводить, выдумывать всякую ерунду. Я помогаю только тем людям, у кого действительно сложная финансовая ситуация. Я не подпускаю к себе даже на пушечный выстрел тех людей, которые говорят, давай я возьму деньги, и мы с тобой этот вопрос, а потом попилим. Нет. Я должен понимать, что человек просто, благодаря тому, что он живет в том социуме, который сформирован нашим бытом, бытом в нашей стране, просто изо всех сил пытается выжить. Или вы думаете, что кредиты берут для того, вот все поголовно, чтобы не отдавать? Нет. Кредиты берут для того, чтобы удовлетворить, в первую очередь, амбиции. Кого бы вы думали? Банков. Потому что банк не несет никаких потерь, когда человек не отдает кредит. Нет, пожалуйста, позвольте прощать. А цель вашего кредита, смотрите, да, как бы, вы оформляли с банком кредит, да, кредитный договор. То есть, соответственно, с учетом поступлений, в принципе, да, как бы, с учетом возврата. А что поменялось в ваших обстоятельствах, что вы решили не возвращать? Ну, я могу кратенько, но поэтапно, да, по ступенечкам. Ну, и сначально, конечно же, ничего не менялось. Я думал, что разберемся с ситуацией, буду платить. И я напомню, что не только ваш банк фигурировал со мной во взаимоотношениях вообще с этой системой. А еще несколько банков. Началась эта история еще с 2014 года. Вот, и до этого времени я платил, все хорошо. Потом определенные там ситуации свершились. То есть, может быть, вы знаете про 2014 год, да, помните? Ладно, не буду на этом время наше с вами воровать. В итоге я из полноценного добросовестного заемщика превратился на фоне легкого взмаха руки неизвестно кого-то в человека, который не может обеспечивать свои обязательства. Хотя и желает очень это сделать. И я понимаю, что я от этого не стал подонком, ублюдком или вором, да. Я хочу, но не могу. И я стал изучать. Ну, не может же так быть. Более того, я же видел, что и не только я в такой ситуации оказался. Я стал изучать, я стал копошиться, я стал ситуацией разбираться. Я понял. И когда я понял это в самом начале, у меня сначала волосы на спине зашевелились. Потом, когда я зашел поглубже, окунулся в эту ситуацию на голове. А потом все волосы, которые имеются на моем теле, стали шевелиться. Когда я еще больше узнал. Вы, кстати говоря, не понимаете, о чем сейчас я говорю. Вы думаете по своей наивности, что банк дает какие-то настоящие деньги. А я всем таким, как вы, задаю вопрос. А вы знаете, что ВВП России, внутриваловый продукт, стоимость нашей страны? Все, что на вас, тот стол, тот стул, на котором вы сидите, ручка, которую вы в руках держите. В свое время букварь, который, я надеюсь, вы в руках держали. Тот стопарик, с которого вы по вечерам накатываете, чтобы нервное напряжение снять после вашей работы. Это все ВВП страны, стоимость страны. Так вот, ВВП страны в три раза меньше, чем кредиты, которые ежегодно выдаются. Чем стоимость кредитов, которые выдаются ежегодно. В три раза меньше. При том, при всем, что ВВП страны это статичная сумма. Она колеблется совсем немножко. Плюс-минус. А вот кредиты выдаются каждый год все больше и больше. В этом году выдано в три раза больше кредитов, чем ВВП страны. В том году то же самое. Если вы откроете новости, то закредитованность населения, вы прочитаете, за этот месяц увеличилась на 30%. И общая кредитная нагрузка увеличится еще больше. Откуда эти деньги? Да нет денег. Людей нужно держать в рабстве, чтобы они не думали о каких-то других вещах. А в каком рабстве? В кредитном. Нет ничего для человека страшнее русского человека. Да и любого другого, мне кажется. Как звание должник. И ощущение, что он должен. Чтобы он просыпался с утра до вечера с одними и теми же мыслями. Где взять деньги? А не как задуматься о том, чтобы улучшить свою жизнь. Отдать, чтобы не звонили. Вы, кстати говоря, работаете на той стороне баррикад. До поры до времени, я уверен. Потому что невозможно на этой работе работать долго. Можно год, можно два, даже можно три года, мне кажется. Но потом просто либо кукушка уезжает, человек думает всю жизнь, что он где-то там работает. На самом деле его содержат под четким надзором, а он думает, что он на работе. Просто стены одни и те же. Устроился круглосуточно работать. Я про дурдом сейчас говорю. Вы опять уходите от вопроса. Минута, минута, пожалуйста. Я вам задала конкретный вопрос. И лекции по экономике здесь не нужны. Я вам задала конкретный вопрос относительно вашей цели оформления кредита на 11 июня 2019 года. Вот, 11 июня 2019 года я взял кредит для того, чтобы убедиться в том, что я прав. Естественно, я в это время взял кредит для того, чтобы его не так, как вы думаете, не отдавать. Я же, вы видите, я же его отдавал. Так что поменялось? В чем вопрос-то заключался? Дело в том, что поменялось мое понимание. Что это вы думаете, что я взял кредит? Не нужно. Это уже не работает. Никто не нервничает, кроме вас здесь. Я не повышаю. Я пытаюсь вас переговорить. Потому что... Да, хорошо. Смотрите, вы думаете, что я взял кредит. Для вас слово кредит, это в принципе синоним взял деньги. На самом деле взял кредит, это ни в коем случае к деньгам не относится. Банк мне понес убытков ровным счетом ни копейки. На меня в компьютере была записана определенная сумма, которая по мнению банка, но уже не по моему мнению, является возвратной. И на меня обрушивается какая-то еще порция обязательств. Естественно, для того, чтобы ситуацию каким-то образом уладить, в том числе 159.1, она тоже, как бы ее никто не отменял, и не хочу, чтобы ее ко мне применяли. Естественно, я притворился добросовестным плательщиком, пока это было возможно. Ну и потом я решил все-таки, давайте-ка, может, хватит. И убедился, что я на верном пути. Банку не нужны эти деньги. Банк заработал, как только... Александр Иванович, я правильно поняла, что в каких-то фосмажорных ситуациях проблемы с доходом не возникло. Вы просто в один момент решили, что вы имеете право не возвращать те деньги, которые банк перевел за ваши товары. Абсолютно корректно, только здесь нужно поправить не в один момент, а стечение обстоятельств. Достаточно продолжительное количество времени понадобилось для того, чтобы я это понял. Что я не обязан возвращать. Обстоятельностью можно являться только плат финансового отруднения. А то, что если вы взяли товар, который за вас заплатили, по факту вы потратили чужие денежные средства, и их вы обязаны возвращать. Александр Андреевич, относительно вас, позвольте уточнить последний вопрос. Мне как ваш документ указать? Я правильно поняла сейчас по вашей информации выплаты производить по своему кредитному договору в добровольный порядок? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Зачем? Вы уже околесицу начали городить какую-то. Да спокойно, я же с вами не конфликтовую. Я просто хочу подвести итог нашего разговора. Ну так вы и не волнуйтесь, сделайте четкие конкретные небольшие паузы. Я иду за... Минут, Александр, я иду за... Свои предложения были изящными, а не набором слов. Ну знаете, очень трудно докончить фразу, когда вы перебиваете. А вы работу попробуйте поменять. Попробуйте работу поменять. И жизнь, кстати говоря, тоже поменяется у вас. Вы даже не успеете оглянуться, как все по-другому в вашей жизни станет. Ну, поэтому не переживайте. Я не переживаю, зачем? Поэтому мне все устраивает. Мой старший 13 лет. В банке? В отделе взыскания, да? Да. А, так это из дурки уже звонок. Все понятно. А где вы телефон? Отдайте медсестра. Нянечке телефон, нянечке отдайте. Отдайте срочно, нянечке, телефон. У вас личное мнение, поэтому я иду. Да, конечно, не только мое. Не только мое. Вы знаете, единственное грустное, что вам в вашу палату не занесут, именно по моему случаю, результата никакого. Вы не узнаете. Вы будете свято верить, что свершился справедливый суд. И с этого говнюка взыскали. Ну, вы опять же будете святим и от ответа на вопрос. Зачем же? От того ответа, который вы хотели бы услышать. Я говорю то, что я думаю. Помните, вы заметили это ваше мнение? Ответьте, пожалуйста. Я горжусь тем, что у меня есть свое мнение. Ответьте так, как вы считаете. Есть простой вопрос. В добровольном порядке вы готовы производить оплату или отказывать? Слушайте, я же вам говорил, что надо таблетки пить своевременно. Я же вам ответил на этот вопрос. Как только судья огласит определение, в котором будет обозначена сумма моего долга, я тут же пойду не на следующий день, а в этот же день и оплачу. Относительно вашего ответа я указала, что производить оплату по своему кредитному договору в добровольном порядке вы отказываетесь. Все, молодец. Как вам и уточнили, банк имеет право обратиться в суд для получения судебного решения. Пока документы будут в банке, вам имеют право сшлять звонки. Всего вам доброго. До свидания. Все, телефон нянечки. Быстренько больше не пропускайте прием таблеток. Нифига себе. Сколько? 20 минут с ней поговорили. Целый ролик получился. Практически. Друзья, тут я на самом деле как-то свою историю описал. Кто недавно на нашем канале, он знает, наверное, как и что. Кто недавно на нашем канале, я всегда говорю, обращение Кузнецова Дмитрия, есть плейлист, и там я рассказываю много о себе. Я сейчас в двух словах описал причины появления компании Алян. Ну, вы понимаете, да, о чем речь? Такая притча. Ну, только здесь я немножко так преуменьшил. Про соседей, про клиентов, про незначительное количество людей. На данном этапе компания «Лям» по последним подсчетам уже 12 тысяч человек обслужила. Тут и банкротство, и оптимизация задолженности, и много-много еще разовых услуг. Так или иначе, более 12 тысяч человек. Кому интересно, вся информация в описании ролика. Ссылки, все переходы, куда нужно. Альфа-банк, Олег Игоревич, департамент обслуживания. Какой банк? Альфа-банк. Олег, отчество? Олег Игоревич. А, Игоревич. Ну, что хотели? А, Лошак Вичаевич, это вы? Я спрашиваю, что хотели, да, это я. Можете быстрее соображать, а? Что за паузы какие-то? Что это? Курите там, затяжку, через затяжку говорите со мной, что ли? Вы не перебивайте, я буду говорить. Так, я не успеваю задуматься, устать от этого. Давайте нормально, сосредоточьтесь. Я с вами нормально разговариваю. Четвертый день оплатите по кредитной карте. Вы почему платёшь? Вот сейчас лучше получается. Всё нормально. То есть, иногда надо пендаля дать, да, чтобы такой взбодрился, да, Олег Игоревич? Я не понимаю, о чём вы говорите. Я вам вопрос задал, почему не вносите платёж? Трудности с русским языком, а как же мы будем это обсуждать, если вы не понимаете то, что вам говорят? Я вроде на русском языке. Я вам задал вопрос. Я вам задал вопрос, почему не вносите платёж? Ну, тогда традиции поддерживайте, ещё раз надо сказать, почему не вносите платёж. Я вам задал вопрос, я вам задал вопрос, почему не вносите платёж, почему не вносите платёж. Только я предупреждаю, я в таком тоне формировать ответа не буду. Я буду говорить, как нормальный человек. Я предупреждаю, что вполне возможно, вам не понравится то, что вам придется услышать. Олег Игоревич. Готов. И встречный вопрос от меня. А вы сейчас готовы к разговору? Я с вами разговариваю. Почему он на вопрос не отвечает? Готовы, да? Ну давайте проверим, как вы готовы к разговору. К дискуссии, к диалогу. Конструктивному. Вы не будете со мной в параллель говорить? Я надеюсь. Почему не вносите платеж? Помогу я вам, да? Вы это хотели узнать, да? Алло. Штекер там пошевелите. Штекер отходит. Изолент или чем-то его, не знаю. Приклейте, перемотайте, а то связь попадает. Не хочу, не хочу. Я вам задал вопрос, а вы не можете ответить. Вы начинаете свои... Я подозреваю, что правильно ударение ставить не задал, а задал. А может и задал, а может и задал. Как вы думаете, как правильнее? Проверочное слово какое? Ударение. На какую букву? Подготовлитесь к диалогу, хорошо. Я вас услышал. Да, давайте. Русский язык. Уровень второго класса. Тоже пробежитесь после работы. Учебник возьмите у кого-нибудь. Что-то штекер, штекер отходит, штекер отходит, штекер отходит. Не понял ни слова. Не перебиваем, да? Хорошо, давайте уважать друг друга. Нифига себе, это человек, который таким повелительным тоном меня слушаем, не перебиваем. Давайте уважать друг друга. Нет, дружок, ты уважение должен заслужить. Пока что ты не понимаешь, как это сделать. Поэтому я тебе говорю открытым текстом. Пошел нахер. При всем моем к тебе уважении. Иди нахер. Уважаемый. Флаг в руки и паровоз на шею. Паровоз на встречу. Во как. Правильнее так. Пошел, да? Ну все, давай. Да хватит на сегодня. Банк хомкредит-то нам помог создать контент. Спасибо ей. Редко так бывает, что у нас главные герои ролика Марина Владимировна и Олег Игоревич. Площадка, на которой записывалось все действия банк хомкредит и департамент взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Друзья, все, что я хотел вам сказать сегодня, я сказал в начале ролика. На этом я пожелаю вам всего самого лучшего. Счастья, здоровья, финансового благополучия. Как всегда я говорю вам и вашим близким. Совсем скоро увидимся. Пока. А тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойная ночь Спокойного сна Спокойного сна Спокойного сна Спокойного сна Спокойного сна Продолжение следует...